Уважаемые дамы и господа, я надеюсь, что те, кто в интернете могут видеть также эту презентацию, вроде бы тут все работает с этой стороны. Тема моего сообщения, как уже было сказано, предпосылки основания серии Аналекты Гусарлиана, Аналекты Гусарлиана, Анны Терезы Тименецкой и задачи феноменологии. То есть в данном случае речь идет о вполне таком конкретном точечном выступлении, точечном сообщении, поскольку, естественно, мы когда с Жанной Вячеславовной немножко пообщались, обсудили, о чем, собственно, можно говорить. Понятно, что в рамках вот такой, по крайней мере, пока что предварительной конференции о творчестве Тименецкой мы не сможем обсудить даже десятой какой-то части. Вот поэтому я решил сосредоточиться на таком вполне конкретном вопросе, но при этом очень магистральном, с моей точки зрения. В 1971 году Анна Тереза Тименецкая, ученица Романа Энгардена, о котором сегодня уже говорили, Юзеф и Мария Бахинского, о котором тоже сегодня говорили, основывает книжную серию, которая называется Аналекта Гусарлиана, с намерением, по сути дела, реализовать две главных задачи. Во-первых, это продолжение такой концептуальной идеи Эдмунда Гусарли, которую он в свое время старался реализовать еще тогда, когда создавал серию, редактором которой выступал на протяжении почти 20 лет, серия, которая называлась «Я был философием феномологише фушу», то есть ежегодник философии и феномологических исследований. Идея Гусарли заключалась в том, чтобы создать такую площадку для изложения, обсуждения идей, феномологической философии во всем разнообразии теоретических подходов и методологических установок. Но, во-вторых, конечно, для Томинецкой было важно не только формально себя соотнести с некой генеалогией, пускай такой значительной, но создать еще более, как мне кажется, открытую площадку для обсуждения современных вопросов феноменологии с учетом всего того, что получилось и того, что не получилось за это время. И вот в данном выступлении я бы как раз и хотел сосредоточиться на этих двух моментах, но при этом также хотел бы заметить, и в конце, надеюсь, к этому вернусь, что в 1971 году, я думаю, еще сама Томинецкая не предполагала, какой получится результат, а именно формирование фактически основоположений широкого спектра проблем, которые получили именно со временем название «Феноменология жизни». То есть, грубо говоря, занимаясь вот этим проектом исследовательским и в каком-то смысле интеллектуально-генеалогическим, Томинецкая в то же самое время и формировала поле, я бы можно даже сказал, универсум своей собственной философии. К моменту основания серии Томинецкая автор уже пяти достаточно крупных монографий, конечно, не таких масштабных, как скажем, «Logos and Life» в четырех томах, которые она выпускала позже. Но, тем не менее, названия здесь представлены, и мы прекрасно понимаем, собственно, спектр вот этих точек, с которыми соприкасается Томинецкая, здесь уже очень четко прописан. Тем не менее, вот и благодаря сегодняшнему разговору тоже мне становится понятно, возможно, я просто не знаю тех работ, которые больше об этом говорят. Мне не попадались на самом деле исследования, в которых бы больше обсуждали вопросы связи Томинецкой с Бергсоном. Вот вопросы связи ее с Гуссерлем, с Энгарденом, в какой степени это Гуссерлевская была или Энгарденовская феноменология, об этом много говорится. А вот о связи с Бергсоном мне как-то ничего я не видел, честно говоря. Может быть, я еще раз говорю, может быть, я пропустил, и поэтому я очень надеюсь, что вот эти тома феноменологических исследований, о которых сегодня здесь рассказывали, что не найдут свой путь, в частности, в нашу дорогую e-library, потому что пока что я там тоже ее не обнаружил при таком белом беглом поиске. И это крайне прискорбно, потому что, опять-таки, вот готовясь к конференции, поинтересовавшись, где, собственно, можно найти переводы, существующие или несуществующие на русский язык, я практически ничего не обнаружил. Тома, основанные в 1913 году Гуссерлем в серии, выходят с 1913 по 1930 годы. Несмотря на такое гордое название, ежегодник философии эпидемологических исследований, собрести здесь четкую регулярность у Гуссерля не получилось, хотя, может быть, он просто к этому особо и не стремился. Ну, тут, конечно, были и биографические, и исторические обстоятельства. Например, первый том в двух полутомах выходит в 13-м году, второй и третий том выходят в 16-м году, четвертый выходит только в 21-м. Здесь, конечно, об этих обстоятельствах я говорить сейчас не буду. Согласно сквозной нумерации было издано всего 11 томов ежегодника, но к ним нужно добавить также оформленное в виде приложения к 10-му тому, все-таки отдельный том, подготовленный в честь 70-летия Гуссерля в 1929 году под редакцией Хайдеггера. Конечно же, здесь прежде всего публиковались крупные и не очень крупные работы Гуссерля, в частности, такие знаменитые работы, как «Первые идеи», как «Формальная и трансцендентальная логика», такие как, что там еще было. Со временем вспомню, да, еще третья работа была крупнее. Но здесь также были представлены и вот работы этих замечательных людей, то есть, по крайней мере, первую половину мы достаточно хорошо знаем или, по крайней мере, наслышаны, а вот дальше у нас появляется та публика, о которой мы сегодня вообще практически ничего не знаем. Отчасти потому, что далеко не все они были профессиональными базовыми философами и решали какие-то частные задачи. Но это как раз и было интересно для Гуссерля, в частности, потому что, не забывая, по первому образованию Гуссерль все-таки математик. И поэтому вот эта склонность к междисциплинарному синтезу у него очень четко здесь прослеживается. Тем более, что Гуссерль, естественно, отстаивает вот эту идею философии Пареннис, вечной философии, которая будет такой методологической базой для всех наук в том числе. Здесь в курсе он мне позволил себе выделить две фамилии, Эдит Штайна и Хедвиг Конрад Мартиус, единственные две дамы, которые публиковались в ежегоднике. Почему об этом говорю? Потому что сегодня все-таки мы позволили себе обращаться к каким-то таким биографическим вещам, касающимся профессора Томинецкой. И в частных разговорах, насколько мне известно, она говорила о том, что она, по сути дела, является феминисткой, но она старается этого слова не употреблять для того, чтобы не создавалось ненужных коннотаций. Но ее деятельность заключалась в частности в том, что почему я привел здесь эти две фамилии, чтобы мы увидели, в частности, на примере присутствующих здесь уважаемых деятелей философии. Анна Тереза Томинецкая прилагала огромные усилия для того, чтобы в ее издании, в «Инолектий Бусырляне» печаталось много женщин. И это, я считаю, очень важный момент, потому что до сих пор у нас все равно есть проблемы. У нас все равно есть проблемы с недопредставленностью здесь женщин-философов или философакту, то мы уже будем говорить об, нужно ли использовать феминитивы или нет. Обратите внимание на то, как формируют свои задачи в предисловии авторы вот этого тома. Собственно, по поводу авторства здесь тоже очень интересный вопрос. До сих пор ходят самые различные дискуссии, происходят по поводу того, кто является автором маленького, короткого, на две страницы предисловия к первому тому ежегодника. Многие считают, что это сам Гуссер. Авторы, создатели и поддерживающие товарищи крупного ресурса «Открытая феминология» говорят о том, что все-таки авторами этого предисловия были и Макс Шеллер, и Эдмунд Гуссер, и Александр Фендер, и Морис Гайгер, и Адольф Райд. Вот каким образом они формулируют свои задачи. Мы, дескать, говорят они, мы не хотим быть еще одной школьной системой, то есть не превращаться, еще раз помним, да, что здесь школьная система имеет коннотацию еще и со сколастикой тоже, что скорее нас объединяет вот это общее убеждение возвращения к источникам созерцания, к сущностным воззрениям, там можно по поводу господина Михайлова почитать в статье, так как он язвит немножко по поводу того, что такое воззрение, а слово воззрение здесь относит нас к Канту, потому что это у него идеи по поводу аншаунг, в частности есть. И главное, что феноменология является вот таким, как они пишут, безграничным, то есть по сути дела открытым полем, в котором могут работать все остальные тоже науки, и должны работать все остальные науки. И вот поэтому, говорят эти уважаемые авторы, в том числе Эдмунд Гуссер, наш журнал будет не трибуной расплывчатых реформаторских идей, но местом серьезной научной работы. То есть еще раз, точно так же, как в свое время Коперник не предполагал никого не спровергать, и решал чисто техническую задачу, почему данные наблюдения не совпадают с данными вычисления, точно так же здесь Гуссер ставит вроде бы как бы очень такую скромную, очень техническую задачу. Еще раз, я здесь использую перевод господина Игоря Михайлова. Что касается теперь задач самой Аналекты Гуссерляны, об задачах этой серии Томинецкая точно так же, очень четко, лаконично говорит, тоже в очень короткой статье, которая предваряла первый том издания. Она была очень лаконично заглавлена от редактора. Не забудем, что сразу же уже в первых томах Томинецкая смогла собрать здесь превосходный ансамбль таких видных философов и единомышленников, как Роман Энгарден, как Лео Ван Бреда, основатель Гуссерлевского архива в Луэне, который на себе вывез в чемоданах, и на себе в том числе вывез огромный архив из Германии Гуссерля, и который продолжает до сих пор публиковаться. Это Ханс Георг Гадамер, это Гвидо Кюнг, это Джетендронат Моханти, которого мы больше знаем по инициалам, вот если я называю все вместе, мы думаем, а если мы видим Джей Эн Моханти, тогда мы сразу все становятся на месте. Так вот, каким образом Томинецкая видит здесь свою задачу? Помним, ежегодник, который издавал Гуссер, создал важную площадку для разработки важнейших тем феноменологий. Здесь также в рамках этого ежегодника было напечатано, было напечатано «Зайнунцайт Хайдегера», об этом я практически никогда никаких воспоминаний не слышу. То есть то, что у нас Хайдегер, как бы такой оппонент мощный по отношению Гусселя, а некоторые даже формулируют очень так четко, чуть ли не предатель, точно так же, как и Киенгардену, есть очень много вопросов, как он там буквально ходил гуськом сначала за Твардовским во Львове, потом ходил за Гусселем, потом снова вернулся во Львове и так далее. Но тем не менее, как бы восстал против учителя, при всех их различиях. То есть вот это очень важно. Да, и, конечно, третья работа, о которой я говорил, Гусселя, феноменология внутреннего сознания времени. Но прекращение издания создало определенную пустоту в формировавшемся тогда было очень концентрированном пространстве феноменологической мысли. Причем здесь это нужно видеть в контексте вообще того, что происходит в Европе. Та же самая пустота возникает и в определенном смысле в развитии аналитической философии. Прихват к власти нацистов Анжиус Австрии приводит к такому тотальному эксодусу философов из Германии или из Австрии, или, по крайней мере, кто не уезжает. Те, грубо говоря, затыкаются на какое-то время, либо их затыкают на какое-то время. Все это то, что видят и все остальные философы, даже которые не относятся ни к полеаналитической философии, ни к полефеноменологии. И Робин Джордж Холлинг, один из самых почитаемых мной, во всяком случае, методологов, философов науки, говорит о том, что приход к власти нацистов означает, цитирую, конец ясного мышления и триумф и рационализма. Так вот, благодаря этому эксодусу, благодаря всем событиям Второй мировой войны, феноменология стала восприниматься на протяжении десятилетий, и в основном вот в этом экзистенциальном варианте Сартра, Мерло-Понти и Хайдеггера. При всем при том, что да, Сартра познакомил Мерло-Понти с произведениями Гуссерля, но Сартра больше увлекся более поздними идеями, а вот Мерло-Понти как раз заинтересовал более ранний Гуссер. Хайдеггер, в свою очередь, это был вообще еще третий вариант, более того, Сартра считал, что Хайдеггер пошел дальше, чем Гуссерли, правильнее, чем Гуссерли. Это был, опять-таки, первый вариант, с точки зрения Томинецкой, еще раз речь идет об этом предисловии, первый вариант, экзистенциальный вариант феноменологии. Его основные темы, по вполне, опять-таки, понятным историко-биографическим причинам, стали идеи жизненного мира, кризиса в европейской культуре, о чем буквально только что мы говорили. Второе направление, считает Томинецкая, возникло в связи с пересмотром, и, по сути дела, отказом от того трансцендентального поворота, который осуществляет в своих работах Гуссерли, становящийся таким образом поздним Гусселем, которого мы все хорошо знаем. Дело в том, что в начале своего пути, точкой счета которого является работа «Философия как строгая наука» 1910 года, Гуссель ставит перед собой вообще философию, задачу еще более требовательную и сложную, чем Декарт. То есть, более строгая критика основания знаний, чем это сделал Декарт. И хотя Гуссель, как и Декарт, стремится к обнаружению абсолютного основания знаний, тем не менее, он признает, что само постулирование, самой возможности такого знания уже представляет собой предубеждение. Критикует Декарта за то, что он предполагает, что возможно абсолютное знание, то есть он уже знает четко, что он ищет, и поэтому как бы подтасовывает факты. Поэтому Гуссель критикует Декарта за переход от самосознательного «я» к представлению о некой расширенной субстанции, о теле, что привязывает субъект познания к объективной реальности и приводит вот к этому знаменитому декартовскому дуализму души и тела. А вот с точки зрения Атамининской, Ингарден, как известно, не последовавший за своим учетом учителем в сторону трансцендентальной феноменологии, увидел в идеях позднего Гусселя как раз признаки метафизических оснований, подрывавших саму идею без предпосылочности феноменологии. То есть, по сути дела, да, как только что мы слышали, превращающий феноменологию из такого открытого метода исследования в систематическую метафизику. Разработкой элитической части или элитического варианта феноменологии как раз был занят Ингарден, в частности, в знаменитой и до сих пор прискорбно недооцененной двухтумной работе «Спор о существовании мира», которая была написана в годы Второй мировой войны. На польском языке эта книга была издана в 1947-1948 годах. На немецкий язык она была переведена только в 1964-м. Почему? Потому что дело было не только в отсутствии переводов. Дело было в том, что Ингарден испытывает гонения на протяжении очень длительного периода, вот пока у власти в Польше, в этой марионеточной советской Польше, ПНР по-русски, Польская Народная Республика, пока там заседает Берл, знаменитый, вот до этих пор Ингардену запрещают работать. В Турнском университете запрещают работать в Егелонском университете. И только после смерти Берл эта ситуация немножко меняется, он тогда получает снова право преподавать, и, собственно говоря, благодаря этому появляется и немецкий перевод. Конечно, это постепенно увеличивает аудиторию Ингардена, но к тому времени, о котором идет речь, начало 60-х годов, фактически нужно уже разговаривать по-английски. И ты немецкий, как очень мудрый человек, издает она лектигу согласно на английском языке. Да, вначале она публикует, буквально в первом томе, публикуется ее статья на немецком языке. Это вполне естественно. Сегодня об этом говорили. Первая работа, с которой мы познакомились, была работа Казимича Твардовского к учению о содержании и предмете представления. То есть здесь то, что Твардовский вытягивает, естественно, от Брентана. Но затем она пишет по-английски. Как Анна Тереза Томинецкая пишет по-английски, уважаемые переводчики, очень хорошо знают, я, поскольку тоже вкусил этот нелегкий хлеб и был соучастником перевода, феномология отвечает на на прагматический вызов, кажется, так, да, когда была, называлась Мера, которая была в вопросах философии опубликованной в 2000 году. Это человек, который не думает по-английски. Он думает сразу на всех языках, которые он знает. И поэтому, вот если нужно, она добавляет французский, здесь у нее, естественно, еще и латын, и тут же, естественно, немецкий термин. И вот все это, то есть она создает фактически свой собственный язык. Вот почему ее безумно трудно переводить, вот почему ее безумно трудно читать, и вот почему она, естественно, с чувством такой плохо скрываемой гордости говорит о том, что мою философию надо не читать, ее нужно изучать. Собственно, это мы прекрасно понимаем. Так вот, третий, последний вариант эйдетика, онтологический, который преимущественно является ингарденовским, он тоже находит своих сторонников. Но это создало определенные проблемы. Вот как пишет и Минецкая. Феноменология, развиваемая различными мыслителями, философами и исследователями, каждым со своими собственными личными предубеждениями и тенденциозностью, пропитала гуманистическое мышление нашей эпохи, но, в свою очередь, оказалась размазанной настолько тонким слоем, что некоторые из наиболее влиятельных ее производных имеют лишь весьма отдаленную связь с теми фундаментальными вопросами, которые занимали Гуссов. С другой стороны, пишет и Минецкая, среди вопросов, которые сегодня оказывают наиболее широкое влияние, мы не обнаруживаем некоторых из его наиболее существенных прозрений. И вот далее это Минецкая делает, по сути дела, очень радикальное заявление, считая, что сегодня, цитирую, мы можем вопрошать Гуссовля не как человека, предлагающего некий новый подход, а как мыслителя, сражающегося с вечными загадками, которые ставят перед нами вселенная и человека. То есть, говоря языком митингов, а иногда и это приходится делать в философии, давайте перестанем делать из Гуссовля и Куну, возьмем, наконец, то вечно живое, так сказать, что может обладать вечной актуальностью. И поэтому, с нашей точки зрения, вся научная деятельность Минецкая, особенно идея создания и реализации серии аналекта Гуссовляна, указывает как раз на вот эти две составляющие. Во-первых, понимание феноменологии как метода, а не как систему, что должно явиться постоянно действующей сывороткой от постоянно ретерируемого желания увидеть в методе феноменологической редукции ВПХ способ обнаружения метафизических основ бытия. А во-вторых, это всеобъемлющая широта феноменологического интереса к миру, обеспечивающая широту тем, что, в свою очередь, только и может обеспечивать релевантность, валидность феноменологии, как особого взгляда и особой установки, это вот фраза, которую так красиво произносит Райна в своей знаменитой статье обе феноменологии, вот просто поэтично ухватывает суть того, что такое феноменология, она уже для Райнах становится понятно, что философия не может быть штренговой, строгой наукой, как это хотел сделать Гуссовль, потому что иначе тогда мы уберем из феноменологии то, ради чего она создавалась. Вот это все и позволяло нам в свое время отмечать, что Каменецкий удалось создать свой собственный вариант феноменологии, не повторяющий ни Гуссовльевскую, ни Ингарденовскую. Аналекта Гуссовляна. Для того, чтобы сделать обзор этой серии, я думаю, что нам потребовалось бы коллективно работать многим десятками, если не сотням людей, и издавать комментарии к Аналекте Гуссовляне на протяжении нескольких десятилетий. На сегодняшний день серия насчитывает 124 тома. Последний 124 том посвящен загадочной черной тетради Мартина Хайдеггера. Пока что его ищет доступа я никак не видел. Среди тех потрясающих вещей это просто списочек хороший. Тут есть трех том, как бы размазанный по Аналекте, который посвящен непосредственно Энгардену. Томинецкая так его и называет. Энгардена была бы издана. Один, два и три. Кроме этого, позвольте себе обратить внимание на последнюю и завершающую часть. Также Томинецкая является редактором, о чем нас редко вспоминают, серии, которые назывались «Исламская философия» и «Западная философия в диалоге». В этой серии было издано шесть книг. То есть здесь Томинецкая уже нащупывает, понимает то, что феноменология не может ограничиваться только западным опытом. И поэтому, собственно, она активно очень давно начинает вовлекать в феноменологическую струю не только классические феноменологические школы, как мы привыкли, Франция, Германия, Сестнавсты, но и в частности страны Восточной Европы, и в частности России, и, не знаю, по поводу тех же самых и рижских опытов тоже. Конечно, здесь невозможно не вспомнить одну совершенно потрясающую книгу. Безумно счастлив, что наконец я ее нашел все-таки, поскольку эта книга наполовину как бы почти что под... Ну, не то, что с запретом, но к ней очень специфическое отношение. Это книга, которая была издана в качестве десятого пункта, десятого тома в Аналекте Гуссарлианы. Книга кардинала Кароля Войтилы, затем становится Папой Иоанном Павлом II. Вторым, это перевод его работы «Особый и чин», то есть «Личность и действие». Да, действие. Перевод, который вышел спустя 10 лет с польского языка на английский. В чем была проблема? Фактически соавтором, редактором этого перевода выступила именно Анна Тереза Томинецкая. Но с точки зрения очень многих критиков, и, собственно, это признавал и сам Анна Томинецкая, это признавал сам Ян Павел II, в процессе работы они встречались несколько раз с такими сессиями, обсуждали эти вещи, это получилась фактически несколько другая работа. И здесь гораздо больше некоторые говорят «Ты Минецкая», чем самого Войтилы. Но, тем не менее, это безумно интересная работа. Ватикан потом постарался креститься от этой работы и сказал, что нет, здесь очень много того, чего мы вообще никогда не говорили. И согласиться с этим мы не можем. Но, тем не менее, прочитать эту вещь чрезвычайно интересную, было бы чрезвычайно интересно, чтобы именно этот перевод английский был приведен на русский язык. Потому что это совсем не то, что, еще раз, мы бы читали в варианте перевода оригинального польского издания. Ну, вот, собственно, та самая последняя книжка, о которой я здесь вспоминал. Так вот, в заключении то, что я хотел сказать и о чем я говорил чуть-чуть раньше. Одной из главных задач издания этой серии Анна Тереза Тиминская считала создание вот этой площадки для общения и изложения своих мыслей в сегодняшних очень непростых условиях, точнее, сегодня, в начале 2021 году, они еще сложнее, чем 50 лет назад в 1971. Буквально Тиминская об этом пишет, что нам сложно печататься в журналах и изданиях, где нам выкручивают руки, говорят, как должна выглядеть статья по философии или по феноменологии. Тем более, мы все прекрасно сегодня это знаем в связи с нашими этими оскопусениями науки, веб-сайенсами и так далее, и так далее, и всем остальным. Вспомните, то же самое было у Гусаря. Гусарь предоставляет площадку, где можно опубликовать статью 150-200-300 страниц. Это не статья, а это монография. Но нужно создать такую возможность. И Тиминская создает как раз такую возможность. Так вот, в результате получается, что работая, не боясь работать самым удивительным образом, не боясь работать над самыми разнообразными темами, от эстетики, этики, собственной феноменологии жизни, позволю себе чуть-чуть не согласиться по поводу философии и биологии, цитирует и Икскюля, и цитирует Варену, господи, Матурану и Варену. И вот все это вместе безумно расширяет поле зрения и мироощущения самой Тиминецки и именно благодаря аналектигу Сорлиани и формируется вот этот огромный универсум философии, феноменологии жизни Анны Тереза Тиминецкой, которой мы сегодня искренне восхищаемся и которой действительно необходимо изучать. Я очень надеюсь, что конференция, которая сегодня происходит в Владимире, это одна, мне кажется, что это первая конференция на самом деле, год в рамках, скажем, красивой подготовки к столетнему юбилею, потому что убежден в том, что это философ глубоко недооцененный, недооцененный в частности из-за колоссальной сложности текстов, но это тот философ, при общении к наследию которого окажет благоприятное, благотворное, методологическое влияние, влияние методологической культуры абсолютно для всех. Это человек, чью мысль можно без всяких вопросов поставить на одной путь и рядом с ее замечательными учителями, с Эдмундом Гусарем, с Казимиром Твардовским, с Аманом Ингарденом, с Карлом Юзыком Барилией Бахинским. Спасибо большое. Вопрос к вам не касается взаимосвязи между философией жизни и современной гиблиологией. А другого не касается кроме индикации вопросов к философии еще выходили к переводу Да, выходили. Я могу назвать те два источника, о которых я точно знаю, даже три. Один источник я сейчас не противоречусь сам себе не назову точно как назывался сборник. Это сборник, который редактировала Майя Кули в Риге в каком-то девятом или девяностом году, что-то такое. Там была работа. Дальше еще одна работа в переводе на правда украинский язык, не знаю, сколько это будет интересно, была опубликована в ежегоднике Украинского феноменологического общества. Третья работа, статья была опубликована в журнале «Философские поиски», тоже на украинском языке, который до сих пор издается во Львове. Это вот те вещи, которые мне известны. А у вас есть публикация нашего журнала «Семантические исследования». Вот я буквально накануне конференции только о нем только узнал. Цифровизация и так далее. «Беда в том, что, понимаете, чтобы разместить наши черные регионы, чисто демократически приходы появляются. Когда я это хотел сделать у себя в академии, не бывает, что прибыль, сообщение, когда вы ходили в машине, работали, и векации не афилировали сами. Анастасияна Терезеевна, глава коллективного организма. Анастасияна Терезеевна, глава коллективного сфократии ведет. Насколько я понимаю, здесь, если вы же были членами редколлегии, вот редколлегия может с самой изданию может заключить напрямую договор с ринцем, милайберами. Потому что вы держатели прав. Тут вот в чем парадоксальность. Даже Даже если я, например, напечатаюсь у вас в сборнике, но вы его не разместите, в e-library мне его не разместят, потому что скажут, вы нарушаете право обладателя, вы не имеете право обладателя. Да, 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 с ними непосредственно. Причем не боятся того, что им нужно писать по нескольку раз, с периодичностью раз в две недели. Что уникально с ними порешает, то есть, сутки на каждой версии, или что будет как-то снизу. В общем, для сетев не видимо есть. Какие свои варианты? Печатали они из библиотеки? Да, вы не знаете, нет. Можно оставить их, поднестить. Вы интернет выпустите, спрашивайте, интернет. Это не будет, почему? Тут, простите, осторожно с тем, чтобы в интернет, чтобы потом не возникло вопросов со стороны e-library, чтобы вы еще доказывали, что вы занимаетесь плагиатой. Да, да, да. Может быть, я бы, например, здесь попытался просто от учебного заведения составить письмо, что у нас издавался такой журнал, вот список и так далее. Мы хотим заключить договор, а тогда они уже, думаю, как-то смогут отреагировать, объяснить, как это делается. Жанна, надо бы вам, как заведующие кафедры, так сказать, действительно плотную, потому что это прирост ваших публикаций тоже, в том числе и кафедральных. И вообще, кому можно сказать, два слова. Во-первых, спасибо вам огромное за заклад. Он был необычайно интересным, необычайно полезным для нас, потому что из 120 томов, наверное, в томах 6-7, публикации русского центра, членов русского центра, они присутствуют. Первая публикация на французском языке была, потом уже на английском языке. И ежегодники тоже, которые она издавала, тоже есть ссылки и публикации нашего центра. Это первое. Второе. Вы правильно говорите, что да, это может быть одна из первых таких конференций в столетию, но нам, конечно, надо поддерживать связи и на уровне конференций и докладов и публикаций обязательно сотрудничать. Это вот предложение о сотрудничестве научном, оно будет, мне кажется, правильно, важно. Ну и третье. Вот последние фотографии, Кюменевские, да, она действительно, знаете, сделана в 2005 году. Я думаю, что в 2014-м ее не стало. Вот я помню, когда ей привезли это черное красивое платье, она заказывала это одежду по каталогам, привозил менеджера с магазина, она мерила разные-разные наряды. Ну, женщина была до мозга и костей, понимаете, вот эта вот феноменология эстетика жизни, она в ней жила, она по-другому просто не могла, так сказать, вот себя, как бы чувствовать, да. И она спрашивала им это платье, это платье, это, так сказать, вот выбор, так сказать, присутствовал. То есть я еще раз хочу подчеркнуть, что философ, женщина, мать, жена, это все было вместе, все было вместе в ней. И вот так же, как вы говорите, языки, много языков, и это был микс, микс тезис такой, так сказать, сознание, так он был и по поводу жизни. Но при этом, вот эстетическое чувство ее во всем, она все время пела, все время наслистывала, все время, так сказать, посвящалась чем-то и кем-то. И по поводу вот религии, публикация, как его поет второй, да, они знакомы были в Кракове, во-первых, лекции слушали в Кракове вместе, в Гардене слушали. И они, конечно, были очень хорошо знакомы. Всякий раз, когда она приезжала в Рим, я вот помню, тоже конференция одна была в Риме, она обязательно посвящала Лутифан, когда он был жив-здоров. При этом, что она говорила? Я спрашивала, а где цепс-то религиозные, да, и вы помните, Аринин тогда сказала, а какая концепция у нее религиозная была? Она отвечала так, почему дальше-то не было никаких работ, так сказать, связанных с религией, да. Она говорила так, что если бы я публиковала эти тексты вот в Аналекте, тогда бы, так сказать, я была бы обязана, так сказать, в том числе и финансово, и, так сказать, в научном плане связи, так сказать, с Ватиканом. Я не хочу этих связей, я свободный философ, я не хочу, так сказать, быть ангажированной кем-то или чем-то. Поэтому дальше у нее, хотя она была верующим человеком, но, что касается науки, эта тема у нее была закрыта. Понимаете, вот она очень, так сказать, мудро расставляла акценты, и это вот было правильно, потому что в ее семейной жизни, обыданной жизни, религиозности никакой, абсолютная светоскость была. Что касается внутреннего мира, да, она говорила, это очень интимное чувство. Это внутреннее чувство, и достигать на него не может никто. Это только мое и только персонально каждого человека. Спасибо.